Всех благ и пусть будет мир. Всегда попробуем подвести итоги проходящей недели. Уник Гаспарян, глава парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности Андрей Кучарян вышел к журналистам. Беседа где-то 20 минут длилась. Я на два заявления хотела бы обратить внимание и получить ваш комментарий по этим заявлениям. Первое заявление было, Андрей Кучарян сказал, зря не надо было Уника Гаспаряна втягивать в политику. И второе заявление, это что мы и сейчас считаем, что Уник Гаспарян это очень хороший специалист и очень нужен. Нужны его советы и по сей день. Итак, ваша оценка заявлений Андреа Никола Кучаряна. Спасибо за приглашение и приветствую наших телезрителей. Да, вчера был день какой-то фурора. Все средства массовой информации на это бурно отреагировали. 25 минут Андрей Кучарян говорил в большей степени на эту тему. Ну, начнем с него, а потом вернемся к реакции в Армении на это. Значит, ну, начну, наверное, с того момента, что не надо было втягивать его в политику. Вот в вашем вопросе, ну, поскольку я знаю, что потом все это слушают в Армении, и не только в Армении. И наверняка Андреа Никола Кучаряна тоже это услышит, с которым мы знакомы. Я хочу сказать, чтобы Андреа Никола Кучаряна понял одну вещь в данном случае. Все-таки он знает плохо генерала Гаспаряна. Поскольку я был советником генерала Гаспаряна, значит, Андреа Никола Кучаряна должен знать одну вещь. Никто, он не как Гаспаряна, ни в какую политику не втягивал. А нужно знать просто самого генерала. Его характер, да, его втянуть невозможно. Это человек, который принимает решение сам. И что касается заявления армии, да, как вчера журналисты пытались интерпретировать о подготовке военного перворота. Но хочу еще раз подчеркнуть, армия никакого переворота военного не готовила ни генерал, ни его команда. Не обсуждалось никогда о том, что ввести танки в город, подразделения вооруженных сил. А может, тогда бы полилась большая кровь, да, потому что ситуация на границе была бы непонятно какой. Никто никогда не планировал ввода войск в город. Было заявление, потому что на тот момент, когда было, перед тем, как было сделано заявление, один из оппозиционных журналистов интерпретировал слова первого заместителя начальника генерального штаба. Премьер-министр, находясь под эмоциональным впечатлением, принял необдуманное решение на основе провокации журналиста, который просто переиначил слова генерала Тирана Васгеновича Хачатуряна о том, что он якобы засмеялся над словами премьер-министра. В реальность он засмеялся над словами человека, которого привели как в пример. Но журналист это преподнес вот так. Премьер-министр не разобрался, сделал эмоциональное заявление, а уже вооруженные силы не могли не реагировать, потому что речь шла о первом заместителе, человеке, герое Армении, который сам же премьер-министр представил, который реально совершил во время войны подвиг. И вдруг просто взять и уволить человека, который прошел 30-летний путь в войне до генерала-лейтенанта, взять и просто под эмоциональным впечатлением уволить, и армия говорила, что этого делать нельзя. Таких слов и такого поведения генерала не было. Увольнять нельзя, это противозаконно. И тогда армия отреагировала. Она не могла по-другому повести себя. Она не могла сдать своего боевого товарища, которого просто могли бы взять и выкинуть на улицу. То есть взяла под защиту? Взяла под защиту, потому что это речь шла о достоинстве и чести офицеров вооруженных сил и генерального штаба. И армия не позволила обращаться так с офицерским составом. И это было не эмоциональное решение, и никто не втягивал никакие внешние силы, никакие внутренние силы. Втягивания не было. Владимир, о чем было заявление? Вы помните 25 февраля, когда вооруженные силы призвали уйти правительству в отставку, в связи с тем, что было совершено много политических ошибок, внешних и внутренних. Армия это тот живой организм, который более всех чувствует опасность для государства. Так как чувствует военный человек опасность для государства, ни один человек гражданский этого чувствовать не может. Это политическое было заявление? Это было заявление, но знаете, его можно назвать политическим, каким угодно. Армия делает политические заявления? Я считаю, что это было не политическое заявление. Его можно интерпретировать как политическое. Это было заявление о том, что страна находится в опасности, и мы как военные чувствуем это. И так дальше продолжаться не может. Понимаете, сама постановка вопроса просто под эмоциями увольнять второе лицо в вооруженных силах, второе лицо, подчеркиваю, это и есть угроза национальной безопасности. Так не может быть. Так ни в одной стране мира не может быть. Поэтому я это к чему сказал, к тому, чтобы Андроник Кучерян понимал, что когда он говорит, что Воника Гаспаряна втянули, Воника Гаспаряна никто не втягивал. Ни внешние силы, ни внутренние силы. Нет такого человека, который Гаспаряна может втянуть во что-либо, в какую-либо авантюру. Это человек грамотный, умный, с блестящим образованием. Хорошо, если, извините, что я перебиваю, чтобы дальше было понятно, если его не втягивали, значит это его решение. Если это его решение, вы сейчас скажете, это решение войти в политику? Нет. Гаспарян всегда считал себя военным. И это было не только решение, это не была подпись генерала Гаспаряна. Там стояло 44 подписи. Полковников, генералов. Это не было заявления. Никого генерал Гаспарян ничего не заставлял подписывать. Он сказал, вы сами все принимаете решение. Подписываете, значит я подписываю. Не подписываете, значит никто не подписывает. Это было коллегиальное решение. Коллегиальное решение. А не решение одного генерала. В таких вопросах не может быть приказного тона. Это внеслужебное заявление. Поэтому... Но он может запретить или позволить в это решение. Значит, речь шла об незаконных действиях в отношении первого заместителя. Еще раз говорю. Пашинян человек гражданский, он никогда погоны не носил. Все, кто носил погоны, МВД, АОЦ, СНБ, армия, они понимают, что есть понятие чести и достоинства. Офицеры стали рядом со своим боевым генералом, которого незаконно просто увольняли. Спасибо. И вторая часть моего вопроса, второе заявление было, что да, в лице Гаспаряна мы имеем и сегодня имеем опытного специалиста. А значит ли это, что Андроник Вучерян тем самым хотел сказать, мы не считаем Гаспаряна в политическом противостоянии с нами. Мы не считаем, что он в политике. Мы его видим, продолжаем видеть как человека военного исключительно. Ну, смотрите, я оцениваю очень положительно. И меня вчера Андроник Вучерян удивил в какой-то степени. Но все-таки мы все вместе, и Андроник Вучерян, и я, и другие, мы прошли первую войну. Да, и с нами всегда были такие люди, как Вазген Саркисян, Ашотман Чарян, там другие генералы, да, там другие военные. Монте. Значит, все-таки вот он вернулся в Толона вчерашним заявлением. Он понял, где его истоки, как Андроника Кочаряна. Он понял, в какой команде он был. Он был рядом с Вазгеном. И я думаю, что генерал Гаспарян вчера, как я помню, около шести часов там шла беседа. Которая не завершилась. Но она не может завершиться так быстро. Это надо будет еще 20 дней по шесть часов. Это слишком объемистый материал должен быть. Там ведь касается вопрос не только войны. До войны, после войны, во время войны, да. И в целом обобщающий анализ. Что нам делать, куда идти, где наше место, что мы делаем. И я думаю, что те факты, которые вчера привел генерал Гаспарян, о его способности анализировать. Я человек фактологический. Он работает фактами. Он не занимается иллюзиями, представлениями. Он фактами. Исключительно. Я думаю, что тот материал, который вчера он представил комиссии, и я считаю его правильным ходом, абсолютно правильным, было пойти на заседание этой комиссии. Потому что ему, во-первых, бояться нечего. Во-вторых, если эта комиссия что-то расследует, она не может спрашивать у второго-третьего звена только, да. Оно должно понимать, как эту ситуацию видит, и фактологически в том числе, начальник генерального штаба вооруженных сил. Я думаю, материалы, которые он вчера представил, были настолько весовыми и впечатляющими, что Андроник Кочерян сделал подобного рода заявление. Я сам, вот после увольнения генерала Кочеряна, и даже еще до того, два года об этом говорю, что этого человека незаслуженно оскорбляют. Навесили на него всех собак. И я говорю не потому, что Андроник Кочеряна, грубо говоря, был моим начальником генерального штаба, я был его советником или мы друзья. У Андроника Кочеряна, если бы даже я был его друг, но был бы как слабый специалист, меня бы ни первый начальник генерального штаба не пригласил, ни второй. Значит, и я два года об этом говорю. Два года говорю, не трогайте армию. Не надо нападать. Оставьте генерала Кочеряна в покое. И я лично, мое глубокое убеждение, еще раз говорю, и Андроник Викторович, мой характер знает. Никогда у меня не было, если у нас были вопросы служебные, где мы могли быть несогласованными, но никогда у меня не было, чтобы я сказал, «Ти-шта и пейс, так точно, и уйти». Я всегда ставил точку зрения. Он знает мой характер. И все, кто служили с нами, знают. Если бы я в чем-то был бы с ним не согласен, или бы я бы видел его вину, я бы сегодня был бы первый человек в государстве, который бы вышел бы и его бы обвинил. Если бы даже был моим братом. Поэтому я хочу сказать, что Андроник Кочеряна совершенно прав. Только я хочу дополнить слова Андроника Кочеряна. Что он не просто хороший специалист. Это лучшее все, что сегодня есть в вооруженных силах. Более того, я хочу сказать Андронику Кочеряну. Армия до сих пор его ждет. Армия ждет. И я считаю, что, не дай бог, если сейчас будет война, это мое мнение. Генерал-господин может со мной не согласиться. Я знаю, что потом после эфира мне может позвонить, сказать, зачем ты так сказал. Но заранее приношу извинения. Это мое личное мнение. Я говорю сейчас не как советник начальника генерального штаба. А как профессионал, я говорю, что если ОНИК Гаспаряна не будет во главе вообще всей системы нашей армии, у нас шансов что-либо противопоставить равны нулю. Это я вам говорю совершенно четко. И я бы еще один момент хотел сказать. Я хочу это именно сказать Андронику Кочеряну. И всем остальным. Вчера Андронику Кочеряну интервью сказал, что и затронул в том числе и команду генерала Гаспаряна. Потому что начальник генерального штаба не состоит из одного только самого себя. Это команда. Это работа команды. Ту команду, которую он стал направлять, и те реформы, которые мы стали проводить в армии, действительно, Андронику Кочеряну прав. Если бы ОНИК Гаспаряна был бы назначен начальником генерального штаба. Кстати, я хочу сказать, что назначение ОНИК Гаспаряна начальником генерального штаба Это, наверное, самое правильное было кадровое решение Пашиняна. Самое удачное за всю его деятельность премьер-министра. Так вот, я хочу, чтобы Анна Рыненко очень раздал. Я много не могу говорить о всем, но поверьте, мы создавали такие вещи, такую технологию. Мы начали делать из Генерального штаба интеллектуальный центр страны. Мы начали создавать различные центры. Мы научились, и была моя задача принести новые технологии управления в Генштабе. А именно, такие понятия, как моделирование и прогнозирование войны. Чтобы наши граждане понимали, во время штабных учений, которые генерал поручил мне, и мы там создали несколько центров таких серьезных, и потом после войны, если Андра Никотича не знает, и национальный центр, которым я управлял, где мы совместно с Генштабом создали, мы провели штабные учения. Вот как мы эту войну видели в 2020 году, и все, что происходило вокруг наших границ, блокирование, поведение России, Европы, США, Израиля, Грузии, Ирана. Вот поверьте мне, все, что мы тогда спрогнозировали, это была технология введена нами, новая. Она называлась моделирование и прогнозирование. Не всякая армия мира такими технологиями, даже современнейшие армии мира управляют и имеют такие вещи. Мы эту войну спрогнозировали от А до Я. Да, полностью. То есть, действительно, это человек... То есть, вы спрогнозировали... Как будет война. Исход тоже? По исходу я этот вопрос... Я это исход. От А до Я исходы тоже были, но там были исходы не просто исход, вот конец такой, да? Нет. В случае шагов Армении таких-то, таких-то, исход будет такой. Таких-то такой. Но хочу сказать то, что армия при Гаспаряне научилась не только прогнозировать, моделировать, да? И мы эту технологию внедряли, и я не побоюсь этого слова, мне приходилось обучать и офицеров, которые академии заканчивают, потому что нет, этого технологии не было. Генерал это все новое воспринимал. Более того, были за его период проведены шесть учений. Притом учения, которых даже еще раньше и не проводили. Создан национальный центр, там, и так далее. Тут Андроник очень оправдан. Просто он еще не все знает. Остальное вне эфира. Хорошо? Нет, я одну вещь скажу еще. Генеральный штаб и до войны, и во время войны, очень много сделал и во внешнеполитическом плане. И самое главное, хочу сказать, впервые за 20 лет, во время военных конфликтов, после 93-го года этого не было, мы проигрывали. В информационной войне, в информационной войне мы полностью уничтожили противника. По всему миру. Полностью. Что в таушских событиях, ровно через шесть часов мы перехватили инициативу. И уже в широкомасштабной войне, через 12 часов, национальный центр перехватил всю инициативу. По всему миру, хочу сказать. Конечно, были моменты, когда нам мешали. Прямо конкретно, реально мешали. Кто? Откуда? Например, те планы, цели и задачи по информационной, психологической войне, информационной войне, которая тоже должна была работать в информационном штабе. Личная амбиция министра обороны с его командой. Они внесли некую сумятицу в наши действия. Но тут я хочу сказать, это не означает, что сейчас напали на Арцруна Аванесяна, который говорил, Тут я просто две строчки хочу сказать про Арцруна Аванесяна, потому что это постоянно говорят, говорят и говорят люди непрофессиональные. У людей создалось впечатление, что Арцрун Аванесян пытался вести общество в заблуждении. Люди воспринимают его слова, как будто он говорит это им, армянскому, да, обществу. Но люди непрофессионалы, они не понимают, а им никто не объясняет. Ведь когда идет информационная война, что с азербайджанской стороны, что с нашей стороны, прежде всего, что Азербайджан, что мы говорим не для внутреннего пользования, не для нашего потребителя, а для внешнего. Когда, вот смотрите, сейчас Украина показывает, как она бомбит пленные, как успешно гранаты в танки бросают прямо в люк, или Россия показывает какие-то. Для чего? Информационная война это, значит, элемент воздействия на противника и его население с целью подавления воли к сопротивлению. Когда Арцрун Аванесян говорил, там образно, ему говорили, там 50 танков подбили, да, может быть подбили 45, сказали 50, неважно. То же самое говорит Азербайджан. Надо понимать, что в любой информационной психологической войне и в информационной войне, в гибридных составляющих, прежде всего, говорится для подавления воли к сопротивлению противника и его населения. То есть, чтобы у них создавались элементы паники, апатии. То, что делает Алиев в ежедневном режиме. Да, поэтому мы это начали делать. Но Тонуян всегда был амбициозен. Он считал, что он профессионал во всем, хотя ни в чем профессионалами не был. Для меня лично. Владимир. Ну, я хочу сказать, вот Андрей Кучерян, когда говорит такие вещи, он должен говорить, что не просто хороший Оник Господян, хороший специалист. Я вам хочу сказать и сейчас, что еще раз хочу сказать, что никаких согласованных вещей у меня с Оником Господяном нет. Это ваше личное мнение, вы рассказываете. Сейчас потом мне сказать, зачем ты это говоришь, наверняка скажут. Но я говорю как профессионал. Я сейчас говорю не о бойнике-госполяне. Я сейчас говорю о человеке, который должен в этой стране быть с армией. Потому что его уровень компетенции настолько высокий, я вам скажу так, его очень высоко оценили все начальники генеральных штабов. Европейские, российские и американцы. Все дали по нему очень высокие отзывы, как о профессионале. Поэтому, когда говорят, что проиграли, не проиграли. Но это мы потом поговорим с вами. Владимир, со слов Андреа Никакучеряна стало понятно, что вроде бы власти желают, проявилось желание властей сотрудничать с Оником Господианом. А попадет ли Оник Господиан сам на такое сотрудничество? Ну, я, во-первых, не считаю, что заявление Андреа Никакучеряна связано с тем, что у властей есть желание. Но я считаю даже так, что если даже ему будет сделано предложение, то Оник Господиан должен вернуться не в качестве начальника генерального штаба, а министра обороны. Значит, своей команды. Но вопрос о том, вернется он или нет, будет зависеть от многих факторов. Этот человек никогда не держался за кресло. Несмотря на то, что решением административного суда Варчакан-Датаран, административный суд, Варчакан-Датаран, в переводе административный суд, решением суда Оник Господиан до сих пор является начальником генерального штаба. Все остальные начальники генерального штабов, это вне закона. Тут будет зависеть, какие предпосылки будут. Это знаете, на что может быть похоже? На то, что, вот помните, когда был Александр Невский, у него были плохие отношения с царем, но народ требовал, чтобы он встал на защиту, да, там, в Руси. Оник Господиан, возможно, может ли согласиться, а может ли не согласиться. Все будет зависеть от того, насколько будет высок риск, высок риск потери государства. А я вам хочу сказать, что он очень высокий, очень. Нету той реформы, которой было при нем, такого уровня компетенции в армии сегодня нет. Все будет зависеть от того, как к нему обратятся. Как? Просто так вот плюнуть человеку в лицо, а потом сказать, приди, так быть не может. Значит, должны они переосмыслить, что они сделали. Но хочу сказать, что это не только Андроник Кочарян так считает, что государство потеряло в лице Оника одного из лучших генералов и начальника генерального штаба. Я хочу сказать, чтобы народ это знал, в армии подавляющее большинство офицеров считают точно так же. Хорошо. Следующая тема пресс-конференция Пашиняна и ряд его заявлений. С вами хотелось бы рассмотреть то заявление, которое касается непосредственно армии и результатов военной 44-кневной армии. Потерпела поражение и за пятой колонной заявил Пашинян. Во-первых, кто пятый? Вообще надо понимать, что такое пятая колонна. Пятая колонна является не системная оппозиция. Или системная оппозиция. Это гражданские люди, которые идут, берут власть и требуют так далее. Просто поскольку премьер-министр слова, саму суть не понимает, что такое пятая колонна. Но это даже если в его, вот возьмем в его интерпретации пятая колонна, грубо говоря, он говорит о предателях. Вообще хочу сказать так, что основной смысл премьер-министра в этой пресс-конференции являлась тем, чтобы снять с себя всю ответственность и бросить ее на вооруженные силы. Обвинить генералов и так далее. Сказать пятая колонна. Пятая колонна слова это тяжкое обвинение. Если есть пятая колонна, пожалуйста, пусть премьер-министр назовет фамилией. Тогда армия будет считать, что пятая колонна вообще является правительством Армении. Мы же тоже говорим, что их шаги неправильные в отношении Арцаха, в отношении внешней политики неправильные. Мы считаем, что они выполняют волю иностранных государств. То для нас они тоже могут являться пятой колонной. Но нельзя, я сейчас говорю, вы играете с огнем. Вы опять оскорбляете армию, называете генералов и офицеров, которые проливали кровь, называете их пятой колонной. Вообще я не понимаю, почему после таких заявлений начальник генерального штаба и министр обороны не сделали никакого заявления в защиту армии. Если там сидят рабы в генеральном штабе, это другой разговор. Я вам хочу сказать, что и начальнику генерального штаба обратиться. Не забывай о чести погонов. Твоих боевых друзей оскорбили. Если ты не в состоянии стать на защиту вооруженных сил, ты никогда не станешь на защиту республики Армения Арцаха. Поэтому премьер-министр сделал грубейшую ошибку, оскорбил армию, офицеров, солдат. Так нельзя делать. Так нельзя себя вести по отношению к вооруженным силам. Кого он имеет в виду? Ну, я там слышал, у него там проявились элементы маниакальной конспирологии. Когда он сказал, что в мае месяце он подал в отставку, для того, чтобы назначить новые выборы. И в этот момент один из генералов сдает себе в лич. И он говорит, у меня фактов нет, и не знаю, будут они или не будут. Но, по его мнению, что Сейв Лич был сдан для того, чтобы уронить его рейтинг, и чтобы он выборы проиграл. Но, понимаете, это маниакальное расстройство в плане теории заговора. То есть, опять в адрес армии. Я вам скажу, в конкретном отношении какого генерала шла речь, судя по тому, что он назвал. Ну, речь шла о бывшем командире второго корпуса, о Райке Ару Цюняне, который сейчас арестован. Значит, там шла речь о том, что вот не удержали себе в лич, там позиции не были построены. Да, возможно, были нарушения приказов, которые давал начальник. Возможно, я не знаю, я не следую. Или не было самих приказов. Приказы были. Да, держать, строить укрепрайоны и так далее, да, сооружения. Но я никогда не поверю. Райка мог это сделать по глупости, еще почему-то там. Не знаю почему. Но точно не для того, чтобы премьер-министр ушел в отставку, да, его не избрали. Отдавать территорию ради того, чтобы кто-то ушел в отставку. Ну, я в такие вещи не верю. Это вот уже мания преследования, там, теория заговора. Опять обвинение Михаила Арзуманяна по сдаче Шуши. Ну, послушайте, человека назначают за неделю до Шуши, когда уже там все было, да, надо было выправлять. Человек уже понимал, куда его назначают, он мог бы отказаться. Мог бы сказать, нет, уже что я приду там делать, там уже смотрите, что наворотили, да, что там сделали. А что наворотили, что они сделали? Я считаю, что... Я почему был против избрания Райка Рутюняна в 20-м году президентом? Я же говорил уже много раз, что даже его депутаты там приезжали меня просить, чтобы я не выступал против него. Я им сказал, послушайте, ребята, я не против вас. Вы во время войны не справитесь с управлением государства. Не справитесь. Значит, они не справились с управлением государства в кризисный период. Это потому, что нужно обладать совершенно другими навыками управленческими, чтобы во время войны правильно управлять государством. Посыпалось управление государством, полностью посыпалось. Это я был в Карабахе, я видел. Я считаю, что... Это отразилось на ситуации в Шуши? Это отразилось не только на Шуши, это отразилось везде. Когда есть неправильное управление, когда уже, грубо говоря, там, с какого-то октября уже президент кричит, что мы Шуши потеряли. Еще ничего нет, еще даже до потери Шуши, еще там почти две недели, три недели, он кричит, мы уже Шуши потеряли. То берет автомат куда-то, едет на какие-то позиции, вместо того, чтобы управлять государством. И так далее. И это все привело к хаосу. Устроили бардак в бункере. Лица, не имеющие туда допуска, стали туда приезжать. Не служившие, уже не находясь в системе вооруженных сил. Ну и другие. Не имеющие на то права люди, стали туда приезжать, в бункер. Чем это опасно? Вы уже на пенсии, вам что там делать? Чем это опасно? Опасно тем, что, во-первых, люди начинают вмешиваться в процесс. Они не знают планы генерального штаба. Оборона, это же, говорят, ушел министр, да, образно, год. За этот год могли планы все поменяться. То, что было при нем, планы, да, обороны и так далее, развертывание. Значит, они могли измениться. Ты, во-первых, не знаешь. Виноваты те, кто пришел или виноваты те, кто пропустил? Виноваты те, кто туда пришел. Ну, понятными могли двигать патриотические чувства. Или те, кто их пропустил? Оба. Обе стороны виноваты. Те, кто пропустил, больше всего виноваты. Те, кто пропустил, они больше всего виноваты. А те, кто пришел, я их веню меньше. Почему? Ну, есть патриотический настрой, хотят быть полезными чем-то. Но чем вы можете быть полезными, да, образно? Вы что, лучше знаете, чем офицеры генерального штаба Армении, либо офицеры... Хорошо, возвращаемся, извините, возвращаемся к теме. Пятая колонна. Армия проиграла из-за пятой колонны. Армия не проиграла. Ваша формулировка окончательная, и перейдем к другому вопросу. Моя формировка окончательной армии не проиграла. Я еще раз хочу объяснить всем депутатам. Я хочу объяснить комиссии по обороне и безопасности. Премьер-министру еще раз вам хочу объяснить. Что такое проиграла армия? Вот когда азербайджанская армия проиграла в 1994 году, она проиграла. Мы взяли, освободили от огневых точек, сделали зону безопасности в семи районах. Были очищены от огневых точек все районы Карабаха, Арцаха, и мы их заставили подписать. Мы взяли карабахцы, освободили все, что есть, и создали зону безопасности. Вот тут Азербайджан проиграл. Азербайджан, который потратил более 20 лет на создание вооруженных сил, притом ему помогало огромное количество стран и технологиями, и консультациями, и так далее. Специалистами. Специалистами всеми, наемниками. Вообще все, что возможно было, там было. 5 миллиардов долларов в контракт с русскими, 5 миллиардов долларов в контракт с израильтянами, и так далее. Я уже не говорю, Турции, и даже специалисты с найпера из Южной Африки приезжали. Там много чего в плане разведки, у меня много о них информации, как они готовились. Так вот, Азербайджан взял всего из Арцаха, Гадрут и Шуши, и два района. Шуши он взял? Шуши был взят? Да, Шуши был взят. Не то, что, как говорят, а он был взят в результате действия политического управления, не военного, политического, еще раз говорю. Так вот, я вам вот говорил... Гадрут был взят военным путем. Военным путем, да. Вот я вам еще раз скажу. Шуши был взят политическим путем. Смотрите, скажу так. Я вам говорю публично, на всю страну. Когда я прибыл в Шуши, 4 числа, у меня свидетели, офицеры со мной. Пофамильно, поименно все есть. Если бы сделали, что бы я бы сказал, как бы сказал. Ну, если это было решено за столом. Вот я и говорю. Если бы это было сделано, как я сказал, я вот говорю публично всем. Я бы Шуши сохранил. Продолжаем армию. Так вот, сейчас заканчиваю с армией. Значит, мы потеряли два района из зоны безопасности. Остальное мы сдали политическим путем. Армия потеряла всего два района в Арсахе и два района из зоны безопасности. Военным путем. А остальное мы сдали по заявлению трех. Остальное мы сдали даже не по заявлению трех. Основное мы по заявлению трех сдали только Агдам. Карвачар. Карвачар сдали. Это по заявлению трех. А все остальное, Кубатлы, Зангелан там, да. За спиной республики Армения, министр обороны Армении подписал с министром обороны России двусторонний меморандум о выводе наших войск. Совершив тем самым уголовное преступление. Он не имел права. Тем более, премьер-министр сказал, что у меня нет мандата от Арцаха. Да? Так было на пресс-конференции? У меня есть мандат от Армении. Если есть мандат от Армении, какого, извините, черта вы подписываете, даете разрешение министру обороны Армении Ваушаку Аруцюняну подписать шойгу меморандум о выводе наших войск из Кубатлы и Зангелана? У вас нету этого мандата от Арцахцев. Кубатлы и Зангелан конституционно принадлежат Арцаху. На ком основании вы вместо них решаете, что вам сдать? Кто? И ставите свою подпись. И ставите свою подпись. Но если у вас нет ничего, какие там 35 тысяч жизней вы сохраняли? А каких 35 тысяч, подписав, они сохранили 35 жизней? Я не знаю. Я знаю, что подписав 9 ноября, 2,5 миллиона жизней положили под нож. Вот что мы сделали. Поэтому, когда говорят проиграли, вот он говорит, могли бы ли мы выиграть на пресс-конференции? Говорят, могли бы. Могли бы. Если бы у власти была бы другая группа людей. Могли бы. Могли бы, если бы вы слушали генеральный штаб. Могли бы, если бы вы не купили эти идиотские самолеты Су-30. Вот они оправдываются, да, что мы купили самолеты Су-30, но мы их не использовали, потому что, я всегда об этом говорил, сейчас они это услышали. И теперь повторять мои слова. Да, сейчас самолет очень сложный в управлении, поэтому мы его не применили. А купили для чего? Чтобы выставить до этого? Я тогда начальнику генерального штаба Артаку Давтяну сказал, эти самолеты надо срочно продавать. И вместо них нужно покупать 2200 ударных беспилотников. Камикадзе. Мы тогда могли бы купить на эти деньги 2200 беспилотников. Высокого уровня. Как Рой, так и все остальное. Меня в этом моменте тоже не послушались. Подавляющее большинство людей, кстати, включая генерала Гаспаряна, был против закупок самолета Су-30, тоже не послушались. Никогда я начальнику генерального штаба сказал, что Давтяну, мы эти самолеты в этой войне не используем. Он сказал, ну не в этой, так в следующей. Я сказал, следующей уже не будет, будет поздно. Поэтому, когда Пашинян говорит, что не было оружия, было оружие. Но давайте тогда так. Какое оружие было? Что вы называете оружием? Автоматы-пулеметы? Давайте я вам скажу одну вещь. Господин Пашинян, вы в курсе, что перед началом боевых действий у нас было всего 144 снаряда смерч? 144 снаряда смерч. По большому счету, это, грубо говоря, час работы. Час работы. Вот представьте, 144 снаряда смерч. От Еревана до Арцаха. 144 снаряда смерч. Когда противник стрелял, не останавливаясь, реактивные места, просто не останавливаясь. Он как семечки их сыпал. И как можно... Что вы называете большим количеством боеприпасов? Града? Град это площадное оружие, которое стреляет в шахматном порядке, площадное. В горном театре военных действий. Град это бесполезное оружие. Что вы называете... У вас было огромное количество оружия. У вас были современные средства РЭБа. У вас были современные средства огневого поражения. Оперативно-тактические ракеты в огромном количестве. И так, какие у вас силы и средства современнейшие были, которые мы не использовали. Вот какие. Что было, все было использовано в Арцахе. Вот все, что было, возможно, использовалось. С 2000 примерно 19-го года дисбаланс между вооруженными силами Азербайджана и Армении начинал возникать по различным родам войск от 8 до более чем в 10 раз превосходства по определенным видам вооружения ствольной артиллерии, системы залпового огня, ракетным комплексам. По авиации я вообще не говорю, это тысячекратное превосходство. По беспилотной авиации это называется вообще там... Вселенский масштаб. Вселенский масштаб. То есть от 8 и более 10 раз превосходство. Вообще войну начинают, когда хотя бы есть 1 к 3. У них уже превосходство. По всем видам вооружения было от 8 и более 10 раз превосходство. Я не говорю даже о вертолетах, я не говорю о самолетах, я не говорю о ствольной артиллерии, бронетехнике и так далее. По личному составу, по укомплектованию личному составу, одежда, стрелковое оружие. Хорошо, Алиев был готов начать войну. И когда Пашиняк говорит, мы у нас были, могли бы мы победить? Могли, как бы могли победить? Вот, я говорю сейчас, мы не проиграли, мы проиграли политически. Но когда вы говорите победить, что вы имеете в виду победить? Победить это означает зайти в Баку, принудить Алиева подписать капитуляцию и признать независимость Арцаха. Это победить. Все остальное это не победить. Я говорю гражданским людям, которые, ну ладно, 5 лет уже у власти, но вы хотя бы, ну изучайте военное дело, изучайте оборонную политику, военную политику, изучайте стратегию. Ну, я даже уже не говорю о внешней политике. Хорошо, следующая тема, я все-таки хочу к сегодняшнему дню прийти. Завершить хочу эту тему. Когда у вас перекрывают границы, и вы даже ничего не смогли договориться с Грузией, а мы предупреждали, что грузийская граница будет перекрыта. Вот в рамках штабных учений мы это видели, что это будет сделано. Где Израиль непосредственно принимал участие в боевых действиях. Уже сами израильтяне говорят, мы были плечом к плечу с нашими братьями-азербайджанцами. Турция говорит, мы воевали. Да? Молчаливые согласия России. Там награды были даже. Да. Молчаливые согласия России. По некоторым участкам линии фронта превосходство противника было в 12 раз. Вы резко... Резко стали собирать мобилизационный резерв, мобилизационный резерв, и впускать в бой. Чего в принципе недопустимо. Почему в 18-м году не были учения? Почему задержались с принятием закона о Пашхаразоре, народном ополчении и так далее? Поэтому, когда Пашинян говорит, что мы могли победить, он знает все доклады военных, что было и так было. И потом я еще раз хочу сказать, армия не проиграла. Наша армия, еще раз хочу сказать, честь и хвала и слава нашей армии, она вписала свое имя с золотыми буквами, огромными в историю армянского государства. И когда говорят, вот так вот бить по нашей армии, ну я считаю, что вот это и есть преступление. Спасибо. На сегодняшний день я бы хотела, чтобы мы поговорили о том, что сегодня у нас имеется. Долго не буду рассказывать. Олег был в Германии, до этого там был Пашинян. Во время пресс-конференции Шольц, канцлер Германии, заявил, что, напомнил, что наряду с принципом территориальной целостности, никто не отменял принцип самоопределения народов. И после этого поехал туда Алиев, был недавно Алиев. Сразу, непосредственно после беседы с Шольцем, Алиев поехал в Турцию беседовать с Эрдоганом. И вчера буквально телефонный разговор был Алиева с Путиным. Итак, вопрос, о чем консультируется Алиев. Есть информация. Не знаю, подтверждение или не подтвержденное. Тот же Андроник Учарян вчера сказал, что он не подтвердил эту информацию о скоплении вооруженных сил Азербайджана на наших границах. Я бы хотела, я знаю, что вы в курсе, я бы хотела, чтобы вы на этот вопрос тоже ответили. Есть ли скопление, где конкретно есть скопление, к чему готовится Алиев, о чем консультируется Алиев. И ситуация, вот вы назвали, сколько кратной разницы в вооружениях, в готовности Азербайджана и в готовности Армении, что похожего и что не похоже на ситуацию до 44-х дневной войны. Это, в принципе, вроде бы как много разных вопросов, но вопрос один. Что ждет? Ну, что касается превосходства, да, у них до сих пор оно остается, но мы существенно подсократили их превосходство на той войне. У них потери были колоссальные. Но они активно восполнили свои потери. Так, смотрите, у них большое количество убитых в живой силе, большие потери среди офицерского состава, значит, командного, да, первичного командного состава. Первичный командный состав – это командное звено, начиная от уровня отделения, взвод, рота. Ну, рота уже нет, но вот первичный там, это сержантский состав, прапорщики там. Значит, там у них серьезные потери. Такие потери просто так не восполнишь. Да, все-таки у них много контрактников, быстро хорошего лейтенанта не подготовишь, и капитаны, и майоры, и подполковник. У них большое количество было убитых среди офицерского состава. Много. И первичного командного состава в том числе. Мы существенно подсократили, конечно, их превосходство, но оно осталось. Оно осталось. Вот. Что касается накопления у наших границ. Основные накопления – это в районе Мордокерта, в ту сторону. Там существенные накопления. Здесь существенных накоплений войск нет. Но... Здесь имеется в виду Азербайджан с Арменией. С Арменией. Да, с Арменией. У них есть подтягивание резервов. Но это не в тех масштабах, как со стороны Карабаха. Значит, потом нужно одну вещь понять. Вот мы всегда приходим к таким классическим квалификациям, как накопление войск. Значит, послушайте. Третий корпус там. Четвертый корпус азербайджанский. И там, и близко к нам тоже. Первый корпус там находится. Второй корпус тут рядом с нами. В Нахачеване у них вообще отдельная общевойсковая армия. Достаточно большая. Значит, им, вот в классическом понимании, все говорят, накопление, накопление. Ну, вот это уже вот так вот сидит, это накопление. Им не надо ничего накапливать. У них войска развернуты. Они стоят вдоль линии нашей границы. Им для того, чтобы просто начать наступление с марша, достаточно от 6 до 12 часов. И никакого накопления... Знаете, как это в классическом понимании, что такое накопление? Вот видят в бинокль 22 июня 41-го года. Видел сосредоточение большое количество немецких танков, артиллерии. Или всадников. Всадников готовых там пойти. Вот это накопление. В классическом виде это накопление уже не нужно. Азербайджанская армия сосредоточена вдоль всей линии нашей границы и в Арсахе. И с Арсахом. Им не надо никаких накоплений таких, вот как вы армяне говорите, накопления. Вот в районе Мардакерта, да, есть стягивание. Хорошо, Алиев, о чем консультируется? Надо ли обратить внимание на то, что после беседы с Шольцем была беседа непосредственно с Эрдоганом и непосредственно с Путиным? И вопрос. До 44-дневной войны на кого опирался Алиев? Сегодня на кого он будет опираться, если все-таки начнет военную операцию? Он как опирался, так и будет опираться. Ничего не изменилось. Его естественные союзники это несколько европейских стран. Израиль, Турция, Россия. Мы уже все с вами это знаем, понимаем, что война была с молчаливого согласия и возможно некоторых корректировок совместно с Россией. В том числе и активное взаимодействие Россией и Турцией, когда Лавров говорит, что мы с турками провели блестящую операцию, сложнейшую. Шойгу-шойгу. Шойгу. Ну и там кто-то из них, неважно. Блестящую сложную операцию, да, там и так. Они гордятся этой операцией против Армении. Значит, меня как бы не беспокоит, я уже знаю, что война неизбежна. Вот если вы меня послушали. Вот единственный, кто слушал, это наш генеральный штаб. Вот, значит, и говорю сейчас, война неизбежна с Азербайджаном. Заявление Алиева в Турции, да, там было сборище этих тюркских стран, где он сказал, что Зангизур должен быть открыт, да, по Зангизурскому коридору. Ну и, соответственно, пошли угрозы, и наш МИД сделал заявление, да, что это угроза притязания на территории суверенной Армении. Я всегда говорил, еще до 44-х дневной войны, всегда, и у меня были разведданные, оперативные данные, и они у меня сегодня есть. Это вот сегодня вы все говорите о накоплениях в том или том районе, да. Я определенных людей из силового блока в Арцахе предупредил еще за неделю до начала накопления войск там. Вот. Война неизбежна. Риторика Алиева. К Алиеву надо относиться, еще раз говорю, серьезно, когда он что-то говорит, что он начнет, значит, он начнет. Начнет. Вопрос, когда? Ну, давайте так, сроки я назову там, где вот должны знать эти сроки. Я не буду называть для противника это, чтобы он не слушал. Но хочу сказать так, меня вот тут я должен сказать. Меня не устраивает уровень подготовки. Я, ну, поверьте, я знаю много-много людей. Меня не устраивает уровень подготовки ни в Арцахе, ни в Армении. Ну, вот вы это сейчас говорите, я не думаю, что вы что-то новое для Алиевы говорите, но в любом случае. Он скажет, ага, вот, самый момент, они не готовы. А они, послушайте, все, что происходит у нас с Гайной, давайте иллюзии не питать. Знаете, как мне сказала одна страна. Страна прям. Да, ну, представители одной страны. Все, что не обсуждается у вас в Генштабе, ваш противник все знает. Ну, это новость. Если меня и представители других государств говорят. Все, что мы у вас в Генштабе не говорим или не делаем, все они знают. Вот пусть контора работает до сих пор. Что там происходит-то? Почему в некоторых странах идет такая оценка? Поэтому, когда мы говорим, я говорю, что уровень подготовки к широкомасштабной агрессии Азербайджана, то ли в Арцахе, то ли здесь, меня не устраивает. Я еще раз говорю, уровень компетенции того, что сегодня в Армении есть. Ведь, понимаете, готовка к войне, это не только армия. Поймите, это не только армия. Это большой комплекс вопросов. Внутри государства, во внешней площадке, в этот момент государство сгруппировается, консолидируется, все ее государственные институты. Но это тоже навыки, компетенции, управленческие навыки. И это технологии понимания, как государство, и что делает, и как себя ведет во время войны. Этого в Армении, я хочу сказать, нет. Этого нет ни в аппарате премьер-министра. Я уже не говорю про Совет Безопасности, я не говорю про парламент, МИД и так далее. Если это так будет идти, предупреждаю, мы закончим все очень плохо. Все очень плохо закончится. Хорошо, и последний вопрос. Алиев уже почти в открытую говорит, что он собирается военную агрессию совершить. Вопрос. Есть ли сдерживающие факторы, или никто сейчас не может сдержать Алиева, если он буквально завтра решит, вы говорите, за 3-4 часа, или 5-6 часов. От 6 до 12 часов. От 6 до 12 часов. Ему надо. Так, есть сдерживающие факторы и лимит. У Алиева развязаны руки. Алиев все обеспечил и тылы, и поддержку, и Турция, и Россия, и международное сообщество. Ну, вот вы, наверное, все-таки имеете внешний фактор, да? Я внешний фактор, потому что об армии мы уже сказали. Он восполнил свои запасы, у него армия готова к войне. Да. Значит, что касается, вот вчера вы помните в Европарламенте, да, там были заявления в том числе. Фактически они сказали, что, ну, вот, заявление 9 ноября, это фельдкина грамота. Россия не исполнила своих обязательств. Не выполнила в плане безопасности. И они опять подняли вопрос, да, о том, что территориальная целостность и право народов на самоопределение. Но, еще раз хочу сказать, что когда были поправки в 1970 году о понятии территориальной целостности и право народов на самоопределение, там сказано следующее, что уважают территорию той страны, которая признает право народов на самоопределение. Азербайджан не признает. Соответственно, вчера в Европарламенте подняли вопрос, и Пашиняну сказали, ты куда там бежишь, подписываешь какие-то договора, готов все сдать, слить там, да. Опять для тебя ОДКБ, боишься, что ОДКБ отсюда уйдет. ОДКБ это пустая организация. Она что существует, что не существует. Где она в Армении? Потом говорит, мы не хотим, чтобы ОДКБ отсюда уходила. А ОДКБ здесь есть? Россия здесь находится не в рамках ОДКБ. Она здесь находится в рамках двухстороннего соглашения. Между Республикой Армении и Российской Федерацией. Это не ОДКБ. Здесь нет базы ОДКБ. И слава богу, она нам не нужна. Поэтому, когда премьер-министр говорит, а мы боимся, что ОДКБ уйдет. Во-первых, ОДКБ здесь нет, чтобы ты боялся, что ушел. Вы там на бумажке присутствуете, в Москве что-то там вась-вась кофе пьете, что-то там мутите, решаете. Я считаю, что мы должны выйти из ОДКБ однозначно. И не надо этого бояться. Нам уже в открытую говорят. Что-либо вы в ОДКБ и вас просто сожрут. Либо вы, ребята, начинаете интегрироваться с нами. Тогда у вас есть шанс выживать. Бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен в интервью общественному телевидению сказал, что то, что Армения является членом ОДКБ, это не может препятствовать нашему сотрудничеству. Иногда я таких чебурашек слушаю, смешно становится. Наоборот, это является препятствием. Вот смотрите, когда только идет речь о поставках западных образцов вооружения в Армении, они говорят, а где у нас гарантии, что вы это русские мне передадите? Во-первых. Во-вторых, почему они должны нам помогать? Мы же кричим, что тогда вечером ОДКБ наш союзник, да? Ну, вот Запад нам и говорит, он ваш союзник, ну пусть он вам помогает, чего вы ко мне бежите? Невозможно сидеть в современном мире на двух стульях. Надо определяться. Либо мы должны русским четко, жестко сказать, вы выполняете свои обязательства, как это написано, на бумажке, и хвостом тут не виляете, либо нас с вами не по дороге. Мы должны думать не о реверансе в сторону Кремля, а мы должны думать о национальной безопасности Республики Армения. Еще раз говорю, в 2016 году нам никто не помог, ни ОДКБ, ни Россия. В 2020 году нам никто не помог. Более того, с периода по 2016-2020 год Россия нарастила продажи оружия Азербайджану. А мы еще и не знаем, она только продавала или еще что-то бесплатное давала. Наоборот, Россия в своей риторике говорила, продавали, продаем и будем продавать. Да, Рогозин говорил, этот ультраправый националист. Значит, поэтому я говорю, ОДКБ и Россия ни в 2016, ни в 2020 году рядом с нами не были. Никакой помощи не было. Никакой. И когда нам говорят, что 9 ноября ввели войска и спасли нас, нет, они спасли Алиева. Я вам говорю, это точно. Потому что перед концом войны, и у меня есть очень серьезные данные по Азербайджану, прямо из корпусов, они уже вводили, расконсервировали технику. Это Т-64 танки, Т-55, БТ-60, БТР-70. Внутренние войска, у них уже сил не хватало. И в этот момент вводят войска. Значит, их спасли, а не нас спасли. Их. Еще бы несколько дней, мы бы их просто уничтожили. Поэтому я не могу понять одну вещь. Европарламент вам уже сказал, вы должны интегрироваться. У вас нет защиты. Ни от кого. В смысле, ни от кого защиты нет. Ни от России, ни от ДКБ. Что мы, наш народ, опять пугаем. Что мы опасаемся выхода от ДКБ из Армении. От ДКБ в Армении нет уже давно. Для них никогда и не было здесь. Поэтому я считаю, что это достаточно серьезное заявление Европарламента. Другое дело, успеем ли мы, хватит ли политической воли премьер-министра. Мои прогнозы, части касающиеся консультации Алиева с Путиным. Я думаю, что он не консультировался. Я думаю, что он предупредил Москву о том, что он начнет. Вот так. И потом сегодня ведущий не Кремль, он ведомый Баку. Потому что вся экономика, большая часть серьезной экономики, часть тоже существенная России проходит через Баку. Через Баку. Поэтому Альянс Москва-Баку-Турция очень важны для России. Очень важны. И мы должны перестать заниматься демологией внутри нашего общества. Общество должно быть консолидировано. Некомпетентные люди должны уйти. В армии, в Совете Безопасности, в Службе Национальной Безопасности. На всех уровнях, в МИДе. Некомпетентные люди должны уйти. Мы сейчас вообще должны создать срочный национальный совет доверия перед лицом угрозы. Мы должны сейчас в том виде, который происходит реформа в вооруженных силах, остановить немедленно. Сегодня идет не реформа в вооруженных силах, а убийство вооруженных сил. Я говорю еще раз, мы должны создать национальный консолидирующий инструмент под названием национальное доверие. То есть мы должны собрать лучшие умы страны, военные, политические, различные другие, начать срочно готовить страну к обороне. Еще раз говорю. И первым залогом этого успеха будет являться в Карабахе отставка президента. И не надо смотреть там ни на какую конституцию. Они уже в 20-м году управляли. Да управлялись. Кандидатура есть? Есть. К Карабахскому руководству во время войны очень много вопросов. Особенно по Шуши. Там еще с них. Спрашивайте, спрашивайте. Не только спросить, шкуру снять. Спасибо. Спасибо, Владимир. Вам спасибо, Леонид. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с политическим деятелем Владимиром Пагусяна. Беседу Вилаган и Ракелян. Всех благ. Всех благ и пусть будет мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok